ну что друзья повторный матч против звезд запада первый матч я продул из-за того что комп жестко чизил очень жестко чизил хакима ладжи он нереально тащил крис малин так себе проявился в первой игре пас который перехватил как-то дирк новицкий перешел в руки карло милоуна видимо пасы милоуна не перехватываются magic джонсон неплохо руководит игрой и митч ричман который завел какие-то просто дикие броски преимущества да есть по составу но я усилил свой состав я надеюсь что это поможет поехали как набирать свыше 800 очков в номинации а вот просто посмотри стрим но если вкратце то основная фишка это надо обязательно пробивать 10 штрафных обязательно просто пробивать не дать мне забить но пробить обязательно нужно это даст тебе дополнительные 100 очков плюс нужно минимум пять раз минимум пять раз кинуть штрафные опять же ой трех очковые вернее 3 очковые кинуть не обязательно попасть но желательно чем больше попадаешь тем еще больше очков набираешь но и забивать как можно больше спаста увидишь как я это делаю Вы мне скажите, можно ли лучше защищаться в этой ситуации вообще? Вот это вообще возможно, нет? Посмотрите, я прилип к нему. Я просто прилип. Вот это вот, посмотрите. Даже должен был быть штрафной. Там не мог мяч попасть. Это просто удар вообще. Но он все равно попадает. Судя по всему, компьютер опять будет пытаться выиграть. Не, честно, мы уже это видим с вами. Чтоб ты попал. Вот так вот делаешь, встаешь в пост. Давай, Новицкий, поехали. И кидаешь. Получается пас. Плюс 5 очков за пост. Плюс 2 очка. Итого 12 очков заработал. В одной атаке. Все очень просто. Мэджик Джонсон, 3. Причем очень так, не в своем немножко стиле бросал. Кидушка. Трешники попадают. Очень хороший тайминг. Очень хороший тайминг был. Там не было никакого фола. Он сам прыгнул на Шакила, который стоял. Я же говорю, чизить будет комб. Он не отдаст победу. Не хочет Скотти Пиппана отдавать. Играем мы, друзья, с вами на площадке. Булт с 86-го года. Н.J. Все мечтал на эту площадку посмотреть. Вот, пожалуйста. Как вам площадка, ребят? Анил! Анил, ну как же ты кидаешь-то, брат? Ну зачем так кидать? Это не твой бросок. Это не была задумка, на самом деле. Через данки в краске меньше получается. Можно через данки, но нужно тогда быстрее атаковать. То есть это тоже очень хорошо, но нужно, чтобы обязательно пас был. После паса. То есть если ты просто данчишь, то очков мало. Если через пас, то хорошо. Получается 10 очков в одной атаке. Тоже неплохо. Что-то Ричмонд задолбал меня. Плохой бросок. Я не знаю, как он, зачем он с отклонением кидал. Но ненормально же, зачем? Крис Маллин. Крис Маллин. Ну, кстати, неплохо. Смотрите, еще и пост-мув засчитали. Данк, пост-мув. Нормально получается тоже, кстати. Вот если вот так вот забивать через разворот, тоже неплохо дают очков. Еще и фолы можешь заработать. Это попадет, конечно. Зачем Шакил выходит на трехочковую? У меня вот это всегда вопрос вызывает вообще. Угу. 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 Так, ребят, был важный звонок. Я не мог его пропустить. Сорри. Сорри. Время. Время. Шакил. Комон. И уронили Шакила Нилла. Судьи не хотят цвестить. Что, Нил, продавишь? Не показали, сколько очков там заработал в итоге. Неудобно это, конечно. Сразу тайм-аут взяли. После такого вот отданка, конечно, тайм-аут надо брать. Ну, можно, наверное, замену сделать. Пускай там все отдохнут. Вроде бы правильно расставляются игроки, вот я смотрю. Очень правильно. Ребят, а высокое качество все еще не работает? Подскажите, пожалуйста. Может быть, я попробую стрим перезапустить. Хотя там ничего не пишут по фиксере или нет. Но кто знает. Хо-хо-хо-хо. Сэм Кассел. Так, Юингов пост. Юинг, пост, пост. Вот, пожалуйста. Пост мув пять. Ассист пять. И мэйдшот два. Двенадцать очков. И уже, в принципе, неплохо идем. По набору очков. Не очень хорошо, но неплохо. Кассел через нашего центрового. Они действительно делают хорошую работу, установив нашу присутствие внутри. И смотрите, как игра выглядит. Потому что это будет обнимать все на периметре. А, они засчитали пас. Нужно, нужно как можно скорее атаковать стороной. Ну, то есть, не дреблировать мяч. Чтоб передачу считали. Но это недостаток, конечно. В прошлом году такого не было. Это уже очередной баг игры. Ничего не поделаешь. Быстрые отрывы тоже дают хорошо очков. Четыре очка за фастбрейк. Плюс там ассист пять идет. Плюс минимум два. То есть, за быстрые отрывы тоже можно заработать. Одиннадцать очков. Тоже очень выгодно. Тоже очень выгодно. Отправил Томпсон И это будет отбор Мультипроцессион Валерий Томпсон Валерий Томпсон И что делать? О, то что нужно О, то что нужно Официал увидел контакт Это его первый раз Периметр Я в курсе, да, про Скотти Пиппона Спасибо, ты же уже написал Сравняли счет Ну что, друзья, давайте я перезапущу стрим Вдруг заработает высокое качество Просто сейчас неудобно, конечно Сейчас перезапуск короткий будет Управил Ну что, я знаю, что я имею? Субтитры Субтитры Вот так. что опять впереди звезды запада дикого запада который постоянно чизит новицкий ну пожалуйста побыстрее у нас так мало времени а набрать очки еще и промахиваются молодец новицкий желательно конечно ребят чтобы никого рядом не было при совершении этих бросков кроме одного защитника плохой бросок олен мимо рей-рей промахиваться отличную трешку скажите так рэй-рей подвел ты меня мрот хорошо получилось а вас брейк не засчитали к сожалению ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой тише спокойнее спокойно не не перехватили это ладно ладно ну-ну-ну-ну не смотрите слушать он по-моему не смог ну как-то странно да то есть получилось на самом деле два фиу лишь два очка оформленное вещество и теперь это и оформленный последняя и и и и и и и и и Вот так, хорошая работа, возьмите его к риму и получите консультацию. Не понимаю, почему Шакилл не идет под кольцо. Вроде бы ты все делаешь для того, чтобы он заходил, а он не идет. Обычно он должен заходить и забивать сверху в этой ситуации. А он просто кидает стол что-то сегодня. Обманывает меня Шак? Ой, опасно! Потерял позицию. Шак зря он пытался там что-то перехватить. Очень зря. Какой искусственный интеллект странный, а. Новицкий отсюда. Локет 6. О'Нилл получил 6 пунктов. Девять очков получилось. Вот сейчас девять. Не потому что, потому что не сверху забил. Но так было бы 10, наверное. Нормально. Нормально, тоже хорошо. Секонд шот, конечно, хорошо. Там 6 очков плюсом дают. Но тут штрафные-то надо набирать. Ёлки-палки. Дюрант, ты что делаешь? Дюрант, ты что делаешь? Сколько там у меня штрафных-то уже? Штрафных 4. И трех очковок я забил 0 из 4. Представляете? 0 из 4. Ужасно. Ужасно. Куда ты отпрыгиваешь-то? Зачем? Ооооу. Ничего себе попал. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Зачем ты отпрыгивал назад, конечно. Ужасно. 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 Ну, понимаешь? Ужасно. 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 Но он не был. Ужасно. Ужасно. Кэй! Баскетбольный симулятор Баскетбольный симулятор Чизит, я же говорю, чизит Факен, Джорджи Чизер Ууу, Шакилто что творит, ребят Нереальный бросок, конечно Ой, какой плохой бросок Почему Шакил не пошел под кольцо, я не знаю Очень странно Ладно, давайте возьмем фолы и замену Все подустали уже Блин, печально, конечно, что у нас стрим сегодня так лагает Шон Кемп Отлично Комп чизит, ребят Реально чизит, я не попадаю в штрафные Просто, блин, парнями с хорошим таймингом не попадаю Почему-то Кевин Дюрант промазал, хотя у него хороший очень штрафняк Куда ты, куда мы все пошли Куда ты, куда мы все пошли Куда ты, куда мы все пошли Эх, Комп, Комп Паша вышел Да, Паша Комп, Комп, Комп И мы всегда говорим о том, что он был в норме. Этот ассист был прямо на таргет. Коби против Томпсона. Вот Брайант. Хорошо. Брайант получил его первые точки. Эй, молодой. Хорош. Только четыре секунды. Томпсон из лаунда. Он не разрушил музыкальный. Как это? Томпсон молодец. Томпсон молодец. Малин. Вот это бросок, конечно, был эпичный. Вообще-то все правильно в своем стиле кидал. Ну Малин поливает вообще. У-у-у-у-у. Да ладно, братюничка, там хороший тайминг был. Что ж ты промазал-то? Сладкий. Странный промах вообще. Ну что, почтальоны составляют посылки сегодня, нет? Со штрафной. И он делает вершину. Нет, для доминации, ребят, самые главные игроки, это... Аладжиуон, дешевый и... Навицкий, идеален для доминации. Не шутите с мозгом. Не шутите лучше с Тимохой. Не надо. Он очень злой. Тимоха отжег вообще. Жгучий Тимоша. Опять этот митр Ричмон сраный. В Филадельфе ни одной игры не сыграл, а почему? Как такое может быть? Я не понял, как такое может быть, что команда не сыграла ни одной игры? Что случилось? Плохой бросок. Зря. Да, Навицкий, ну что ты делаешь? Братиюнечка. Ну как же ты такие мячи промахишься, ну? Ничего не понимаю. Ооо, Джонсон. Аладжиуон. А, не выиграл, смеет, но я думал, не сыграли. Ну как можно не сыграть ни одной игры? Ооо, Джонсон. Ооо, Джонсон. А, не выиграл. Шесть трёхных. Надо ещё два раза в минимум, чтоб свалили. Что-то не фалят. Тимоша, Тимоша, давай! Все равно хорошо. Все-таки, золотая карточка Старкса хуже, чем серебряная. Серьезно говорю. Никогда бы золотую не взял вместо серебряной. И фотография там отстойная, и характеристики отстойные. Ничего себе, Дэвид, что творит Робинсон. Ой, попадет, ой, попадет щас. Ах ты, подлец, чтоб он там завис, но он так не умеет зависать. Слишком тяжелый для того, чтоб так висеть. Вот опять не показали какой-то последний момент. Ничего не понятно. Предыстории нет, как бы. И так не видно. И т.е. Они нужны для каждого уровня, которые могут получать. Это просто идеальный тайминг. Опять нет фолов. Слушайте, ну это вообще капец. А что он тогда мяч-то... Смотрите. Мяч из рук почему-то как-то выпадает. Фола-то как бы не было. Непонятно, а что ему помешало тогда? Странно. Так же как Хардон с X-Men лучше, чем Аметист. Да, возможно, кстати. Опять фолов нет. Пора брать тайм-аут. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо разыграли Надо было не глядя пас отдать, флеш и пас Очень тяжело флеш и пас на ходу давать Когда стоишь, можно давать, на ходу тяжело Но я по крайней мере, что-то как-то даже сложно подумать, как это сделать Тут надо столько всего нажать Кто-нибудь пробовал прям вот так вот забегая под кольцо Дать флеш и пас О-о-о-о! World Cup Сегодня лучший счёт, да Хороший счёт No way как можно лучше в этой ситуации сработать ребят но это же невозможно посмотрите вообще идеальная защита после такой фигни обычно никто не попадает с отскоком пасы давать но это понты больше можно смотри можно можно я знаю что нажимаешь ль-т и с передачей получается пас скоком хотя сейчас в этом году по-моему через бы это делать по-моему и так и так работает уже в том что в том что в том что Но он должен делать еще больше, если они хотят возможность вернуться в эту игру. Там кто-то вскрикнул. Слышите, женщина какая-то? Кончила, видимо, там прямо на трибуне. От такого, от такого экшена. Мне надо еще один фол заработать. Ну давай, фолы, фолы. Фолы, фолы, фолы. Пять метров пас не может отдать. Пять метров. Ну как так можно? Ну это же НБА. Ёлки-палки. Ну что это за пас такой? Ну посмотрите. Ну что, неужели сложно так? Что-то, блин, шак. Шак-ин-фулл какой-то постоянно происходит. Шак-ин-фулл. . . . . . . . 2 фола. 2 фола. 2 фола. 3 фола. Ричмонд что-то слишком хорош, по-моему, не кажется? Ну, посмотрите, что Ричмонд творит уже вторую игру подряд. Что, неужели он так крут? Может быть, его стоит купить? Что, какой-то вообще нагибатор, блин, большие буквы. Фолы хочу, я не хочу оставлять это на последний момент и нервничать потом. Да, елки, специально оставил на фолы и меня заблокировали на первом этаже. Вот это патч-3 чушь вообще. Вот то, что сейчас произошло, это только после патча 3 такая чушатина. Ну так фалите же на нем, да елки-палки, ну сколько же можно-то, а? Я сейчас по очкам не наберу, блин. Уже второй фол не свистят. Подряд причём. Привет, Никбист. Это доминация. О, наконец-то. Всё, выполнил план. Не люблю нервничать. Сейчас две минуты будет спокойной игры. Слей-ту-плей. Если это вопрос, то надо ставить знаки вопроса. Я не понимаю, что ты пишешь. Что такого сложного знака вопроса поставить? Непонятно. Да, Дюрант у меня уже почти неделю. Слей-ту-плей. 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 Хост плохой. Ага, точно. Я думал, сейчас точно не забьет 100%, но мы потеряем подбор. Зачем они вдвоём прыгали? Непонятно. Ай, кирпич. Класс. Ой, Шакил, красавец. А что я по очкам-то наберу, ребят, нет? Как вы считаете? Я вот боюсь, если честно. Как вы считаете, я по очкам наберусь и у меня 500 будет? У меня 502 уже. Ну, наверное, должен. Сколько... Сколько надо чего? Очков-то? Это под 900 что-то, по-моему. Я уже боюсь. Факу-ю! Вау! You fucking kidding me! Как их можно попасть? Слушайте, а Лоджоун какой-то нагибатор вообще. Нет, Блэйкем Гриффином... Ну, я, по-моему, Блэйком Гриффином играл один или два раза, но я что-то не понял его прелести и продал. Да, фалить надо, кстати, точно. Правильное замечание, ребят. Абсолютно. Абсолютно. Here's Ewing. Feig's Alain Sixlits upflash. Here's Dayton. And now we've got the intentional foul. You're not sure what that was about. I mean, talk about a brain cramp. Как мне FIFA 16? Ну, мне нравится последние два года FIFA. Именно последние два года. Но я не люблю футбол. Понимаете, в чем дело? Я просто не люблю футбол, как вид спорта. Поэтому я не играю в FIFA. Абсолютно. Идем во все. Идем во все. Абсолютно. Идем во все. Да что ж такое-то? Уже опасно, на самом деле. Я больше не буду фалить. Хватит фалить. Когда фалишь, очки теряешь? Серьезно? Почему? От количества фалов очки еще зависит, что ли? А мне почему-то никто об этом никогда не говорил. Да ладно, но я сейчас не фалил. Ну как же так-то? Ну, обидно, конечно, было. Я не знаю, что ли, а не было. Я не знаю, что ли, а не было. Я не знаю, что ли, а не было. Что-то уже обостряет ситуация-то. Сзря два раза фалил, конечно. Это может быть их самый интересный фал. Нет, нет, не знаю. Как долго они не совершат, этот фалан в зад. Таня, да, да. 41 секунд в последнее время. Здесь, в четвертой четверти. Внутрь. Вот Олайнжиуан. Это все вверх. Дурант на ногах. Фантастический Донкан. Он решил стоять здесь, Кэп. Ну, а теперь диджи уже все. Два или пять МТ каждый фол – ужас. Хоккей ты любишь? Ну, хоккей гораздо больше мне нравится, чем футбол. Но хоккейный симулятор уже, не знаю, очень много лет делают абсолютным фуфлом. В этом году это тоже просто кладезь багов. Я поэтому он хел не играю. Очень много нервов. Не потому что… Не потому что, вот блин, как сказать… Ну, просто потому что это какашка. Понимаете? Люди не умеют делать хоккей и зачем-то делают его. Я не знаю зачем. Ну что, прошел, надеюсь? Мало очков набрал. Обычно 90 набираю в доминации. Ну, против этой команды тяжело 90 забить. Шакил Анил, номерок матча. 14 очков, 3 передачи, 5 подборов. 880. Я не знаю, хватит или нет. Прикиньте, тютелька в тютельку. 880, 880. Подождите, что? Так я 880 набрал. Мне хватило или нет? Я в Екатеринбурге живу. Блин, это же… Это сейчас не хватит. Это будет просто ужас какой-то. Там надо было 880 набрать, я набрал 880. Ну, давай быстрее. Есть. Вау. Да. Прям тютелька в тютельку, а. Поехали. Шаг Аметистов есть, да. Времен Орландо и Лейкерс. Трейл Блейзерс. Отличная арена, надо сказать. 91-го года. Отличная арена. Я сейчас с первого раза выиграю всех звезд, открою все паки абсолютно. Абсолютно все, которые там висят. Итак, Classic Home Spurs. Отвратительная форма. Не стоит ничего. Бесполезная абсолютно вещь. К сожалению. Ну что, кто нам попадется? Джон Хавлисик. Блин, ну это так потел ради тебя что ли, парень. Не такая форма бомжарская вообще, посмотрите. Какой-то бронзовый репторс. Ну это вообще не уважение просто ко мне. Просто не уважение. Понимаете? Да. Ну, окей. Не уважение. Что ли. Продолжение следует...